Здравствуйте, я исполняющий обязанности заведующего кафедры металлургии, материаловедения и нанотехнологий Куликов Виталий Юрьевич. Тема нашей сегодняшней лекции – изготовление литейных форм. Это тема из дисциплины технологические процессы производства материалов для специальности материаловедения технология новых материалов. План сегодняшней лекции следующий. Вначале мы рассмотрим понятие модельного комплекта и что в него входит. Затем рассмотрим ручную формовку и в конце мы рассмотрим машинную формовку. Основными составляющими формовочной смеси, необходимой для получения литейных форм, является использованная формовочная смесь, а также освежающие добавки, а именно это песок, глина и благо. Оптимальным содержанием на 100% использованной отработанной смеси, но, конечно, регенерированной предварительно, является где-то 9-12% глины и порядка 4-5% влаги. Конечно же, в зимний период у нас влаги необходима по нижнему пределу, а в летний период по верхнему пределу. Требования к формовочной смеси предъявляются следующие. Это податливость, это прочность, это хорошая газопроницаемость, также низкая пригарность, то есть низкая химическая активность взаимодействия с расплавленным металлом. Формовочные смеси, собственно говоря, также изготавливаются из регенерированной стержневой смеси и используются также освежающие добавки. Специальные добавки также используются для стержневой смеси, поскольку к стержневым смесям более высокие требования определяются, чем к формовочным. В частности, более высокая огнеупорность должна быть, поскольку у нас стержень со всех сторон, за исключением стержневых знаков, омывается расплавленным металлом. Также должна быть более высокая податливость, в противном случае при затвердевании и отливке возможны трещины, если же стержень будет препятствовать свободной усадке металла. Также необходимо сказать, что формовочные смеси у нас бывают облицовочными, наполнительными и едиными. В большинстве случаев используются у нас единые смеси со средними характеристиками, но в ряде случаев для особо ответственных отливок или каких-то крупногабаритных отливок используются облицовочные и наполнительные смеси. Облицовочные смеси находятся в непосредственном соприкосновении с моделью, то есть они будут образовывать полость отливки. Облицовочные смеси, как правило, имеют характеристики по прочности, по качеству, по газопроницаемости выше, чем наполнительные смеси. Возможно применение вместо обычных кварцевых песков, в данном случае цирконовых песков. Участок, в зависимости от величины отливки, составляет несколько сантиметров. Толщина облицовочной смеси. А все остальное пространство в форме заполняет уже наполнительная смесь с более низкими характеристиками по механическим свойствам, по газопроницаемости и так далее. На данном слайде представлены операции технологического процесса получения отливок в песчаных глинистых формах. И, как мы видим, получение литейных форм является одной из основных операций в данном технологическом процессе. Изготовление литейных форм непосредственно влияет на качество получаемых отливок, поскольку во многом шероховатость форм обеспечивает ту или иную чистоту отливки. Также такие вещи, как газопроницаемость, влагосодержание и другие характеристики формы также влияют на качество получаемой отливки в данной форме. Вначале мы рассмотрим модельный комплекс. Что такое модельный комплект? Это приспособления, которые включают в себя литейную модель, модели литниковой системы, стержневые ящики, модельные плиты, контрольные и сборочные шаблоны. Литейная модель – это приспособление, с помощью которого в литейной форме получают отпечаток соответствующей конфигурации и размерам отливки. Модели могут быть разъемными и неразъемными, деревянными, металлическими и пластмассовыми. Разъемные и неразъемные модели используются в зависимости от положения модели в форме. А деревянные, металлические или пластмассовые модели используются в зависимости от массовости производства. В единичном производстве используются деревянные модели или пластмассовые. Если у нас какое-то массовое производство, то, конечно же, целесообразно использовать металлические модели. Модели отличаются от отливки величиной линейных размеров. Линейные размеры модели больше на величину линейной усадки, сплава. Например, для чугуна линейная усадка составляет 1%, для стали 2%. Также сюда относится стержневой ящик. Стержневой ящик – это формообразующее изделие, имеющее рабочую полость для получения в ней литейного стержня необходимых размеров и очертаний стержневой смеси. Стержневой ящик должен обеспечить равномерное уплотнение смеси и быстрое излечение стержня. Изготавливают стержневые ящики из тех же материалов, что и модели. То есть, они могут быть пластмассовыми, металлическими и деревянными. Аналогичным образом, для единичного производства ящики используются деревянные, для массового серийного выпуска металлические. Могут быть стержневые ящики для простых стержней вытряхными. Ну а для более сложной конфигурации, для легкости извлечения стержня из ящика, конечно же, используются разъемные стержневые ящики. Изготовление стержней может осуществляться как вручную, так и на специальных стержневых машинах. На данном слайде представлен стержневой ящик. Как вы видите, ящик изготовлен из дерева. Он является разъемным. Ну а справа рисунок показывает, в принципе, нам вытряхной ящик, поскольку конфигурация стержня, вы видите, здесь элементарная, цилиндрической формы. Поэтому здесь целесообразно использовать просто вытряхной ящик. А рисунок слева показывает нам разъемный стержневой ящик. Здесь используются стержневые знаки, которые не позволили бы извлечь стержень без разъема ящика. Теперь рассмотрим изготовление литейных форм уже непосредственно. Основными операциями изготовления литейных форм являются уплотнение формовочной смеси с целью получения точного отпечатка модели в форме. И также для придания форме достаточной прочности. Затем необходимо обеспечить устройство вентиляционных каналов для вывода образующихся газов из полости формы. Извлечение моделей из формы. И уже окончательная финишная операция – это отделка и сборка формы. Формы могут быть изготовлены вручную, могут быть изготовлены на формовочных машинах, ну и также используются автоматические линии. На данном слайде показана форма в сборе. Формовка в данном случае ручная. Изначально на подмодельную плиту устанавливается модель, в данном случае деревянная. Устанавливается и центрируется нижняя опока. Затем осуществляется засыпка формовочной песчано-глинистой смеси. После этого необходимо смесь уплотнить. И после уплотнения мы должны произвести наколы, то есть обеспечить вентилирование формы, поскольку при заливке металла будет у нас при взаимодействии расплавленного металла с формой образовываться пар. Например, другие газы, естественно, они должны все быть удалены из формы. В противном случае все вот эти газы останутся уже в отливке и тем самым не будет сплошности в форме. Если же у нас газы останутся в отливке, таким образом будет нарушена сплошность отливки и все это негативным образом скажется на механических свойствах самой отливки, ее долговечности и в конечном итоге все это приведет к браку. Затем, после того, как нами получена нижняя полуформа, необходимо осуществить переворот формы на 180 градусов. Сверху на нижнюю опоку устанавливается верхняя опока, на нижнюю модель устанавливается верхняя модель, правильно сказать полумодель. Устанавливаются также модели литниковой системы, осуществляется опять же засыпка формовочной смеси, уплотняется верхняя полуформа и таким образом мы получаем уже готовую форму. Естественно, необходимо нам извлечь деревянную модель, для этого мы предварительно половинки полуформы отделяем, извлекаем модели все, модель отливки, модель стояка, модель питателя и так далее. И затем вновь собираем уже по центрирующим штырям полуформы. В результате у нас получается уплотненная форма с полостью внутри, полость которой обеспечивает очертание, полость которой повторяет внешнюю конфигурацию отливки. Если есть необходимость в простановке стержня, то, конечно же, перед сборкой форм устанавливается и стержень. Стержень у нас будет обеспечивать внутреннюю конфигурацию отливки. Вот здесь как раз на следующем слайде представлена форма, в которой располагается стержень. Здесь также показаны основные элементы литниковой питающей системы. Под цифрой 6 у нас показана литниковая чаша. Чаша необходима для того, чтобы можно было заливать металл, не разбрызгивая его, то есть служит для удобства заливщика. Затем под цифрой 7 у нас здесь обозначен стояк. Стояк – это вертикальный канал, который позволяет металлу из чаши поступать в шлаково-ловитель. Шлаково-ловитель у нас здесь показан под цифрой 8. Шлаково-ловитель – это горизонтальный канал. Само название за себя говорит, он нам необходим для того, чтобы в нем задерживался шлак, который неизбежно попадает с металлом. Поскольку шлак у нас легче металла, поэтому кусочки шлака будут всплывать и тем самым будут располагаться в шлаково-ловителе. Шлаково-ловитель у нас, как правило, трапецидального сечения или квадратного. Далее под цифрой 9 у нас показан питатель. Питатель – это тоже горизонтальный канал, но он уже служит для передачи металла из шлаково-ловителя непосредственно в полость отливки. И питатель точно так же, как шлаково-ловитель, может быть прямоугольной, квадратной или трапецидальной формы. По цифре 10 у нас обозначена непосредственно формовочная смесь. Цифра 1 показывает полость формы. По цифре 2 представлен стержень. По цифре 3 обозначена нижняя опока. И верхняя опока представлена здесь по цифре 4. Цифра 5 показывает у нас выпор. Выпор, так же как и стояк, представляет собой вертикальный канал цилиндрической формы. Назначение выпора двоякое. С одной стороны, выпор показывает нам на заполняемость формы. То есть, когда металл уже пойдет через выпор, то заливщик прекращает заполнять полость формы металла. С другой стороны, выпор позволяет также выводить газы из полости формы. Ну, то есть, так же как и наколы, служит газоотводящим каналом. Выпор, как правило, устанавливается на самой высокой точке отливки со стороны противоположной стояку. В некоторых случаях есть необходимость устанавливать прибыль. Вот на рисунке слева в верхней полуформе показаны две прибыли. Назначение прибыли служит выведение усадочной раковины из полости отливки. Прибыль также устанавливается над самой массивной частью отливки. Поскольку у нас существует разница в объемах между жидким и твердым состоянием, точно так же и металл при затвердевании кристаллизации уменьшается в объеме. И если бы мы заливали металл только в том объеме, который требует у нас в твердом состоянии отливка, то, конечно же, у нас появлялась бы усадочная раковина, которая располагалась бы сверху. Ну, как правило, конусообразная форма. Поэтому при охлаждении, при кристаллизации ниже лежащие слои отливки впитывают в себя металл из вышележащих, более массивных частей. Ну и вот самая верхняя, самая массивная часть отливки питается уже непосредственно из питателя. Ну, собственно, слово от этого и происходит, название вот этой вот части отливки, название этой части литниковой питающей системы. Ну и таким образом усадочная раковина у нас остается в прибыли. Прибыль затем удаляется вместе с остальной литниковой питающей системой. И прибыль в дальнейшем используется как шехта, то есть идет на переплавку. Ну, необходимо сказать, что ручная формовка применяется для получения одной или нескольких отливок в условиях какого-то опытного производства. Ну, также в случае ремонтного производства какие-то единичные экземпляры нам необходимо получить отливок. Ну и ручная формовка также используется для получения очень массивных, крупных отливок массой где-то 200-300 тонн. То есть это какие-то, может быть, станины и так далее. Ну, таким примером ручной формовки является формовка шаблонами. Она применяется для получения отливок, которые имеют конфигурацию тел вращения в единичном производстве. Ну, например, таким образом получают у нас колокола. Изготовить необходимо два шаблона. Один из шаблонов повторяет верхнюю конфигурацию отливки, а второй шаблон повторяет нижнюю конфигурацию отливки. Изначально делается яма, в которой устанавливается шпиндель. И вот эта вот ямка засыпается формовочной смесью. Далее на шпиндель надевается шаблон, который повторяет конфигурацию верхней, то есть внешней части колокола, например, да, или любой другой отливки, имеющей конфигурацию тела вращения. Затем путем вращения на 360 градусов, причем неоднократного вращения, мы уплотняем формовочную смесь вокруг шпинделя. Таким образом мы получаем конфигурацию с внешним очертанием отливки. Затем у нас на вот эту полученную уже конфигурацию из формовочной смеси, на конфигурацию отливки, устанавливается верхняя опока. Таким образом здесь у нас получается формовка, так называемая плац опока. То есть нижняя полуформа делается непосредственно в плацу, ну или в земле, проще говоря, а верхняя полуформа изготавливается с помощью опоки. Таким образом в данном случае у нас вот эта вот полученная в земле конфигурация отливки будет служить как бы моделью для верхней полуформы. Мы уплотняем уже форму в опоке верхнюю по вот полученной предварительно конфигурации. Далее опока, ну конечно же, фиксируется, чтобы можно было вернуть ее на прежнее место без смещения. И после этого опока вместе с полученной вот этой вот формой убирается. Затем меняется у нас на шпинделе шаблон. Он уже устанавливается у нас с конфигурацией, повторяющей внутреннюю конфигурацию отливки. И мы уже снова проводим те же самые операции, то есть вращаем неоднократно шаблон. Ну получается срезаем как бы излишек уплотненной смеси, получаем уже внутреннюю конфигурацию отливки. После этого по фиксаторам, по колышкам мы устанавливаем верхнюю полуформу. Таким образом мы получаем готовую форму с полостью. Ну и естественно, необходимо нам не забыть в верхней полуформе сделать литниковый канал. После этого можно уже будет заливать. Ну этот метод, в общем-то, достаточно древний, достаточно старый. Но тем не менее, вот для тела вращения, для каких-то особенно массивных таких отливок используется и поныне. В качестве брюшной формовки. Ну есть у нас также формовка с подрезкой, например. Ну используется формовка с подрезкой для таких отливок, скажем, как вот штурвал. Таким образом мы получаем не прямолинейную линию разъема, а криволинейную. Ну естественно, заформовав штурвал, вот как показано на рисунке А, мы не смогли бы извлечь его без нарушения формы. Поэтому, вы видите, на рисунке Б показано, каким образом мы осуществляем подрезку. То есть вы видите, да, здесь, что у нас будет криволинейная линия разъема. И затем уже устанавливаем, опять же, верхнюю полуформу, засыпаем формовочной смеси и осуществляем формовку трамбовкой, скажем, ручной или пневмо-трамбовкой, как и во всех других случаях. Ну и форма сборья уже показана у нас на рисунке Г. Ну здесь уже, конечно, без... Здесь уже на рисунке Г извлечена модель массы. Ну все остальное остается точно таким же. Также присутствует ледниковая питающая система, выпор, ну и так далее. Ну и теперь мы переходим к рассмотрению машинной формовки. Машинная формовка, конечно же, является более типичной. Хотя в условиях нашего региона используется и ручная формовка на таких предприятиях, как Караганинский литейно-механический завод, Караганинский машиностроительный завод имени Пархоменко. Там используется и ручная формовка, и машинная формовка. Вот на данном слайде представлена встряхивающая машина с допрессовкой. Встряхивающую машину с допрессовкой составляет гильза под цифрой 1, под цифрой 2 у нас здесь представлен поршень, под цифрой 3 – стол, под цифрой 4 – подмодельная плита, под цифрой 5 – опока, и под цифрой 6 у нас показана наполнительная рамка. Наполнительная рамка нам необходима для того, чтобы можно было обеспечить избыток формовочной смеси, поскольку формовочная смесь при уплотнении, естественно, будет уменьшаться в объеме. Разница насыпной плотности формовочной смеси и уплотненной составляет примерно 0,6 грамм на сантиметр кубический, поэтому вот эту разницу нам необходимо покрыть. Ну и под цифрой 7 у нас колодка представлена и под цифрой 8 – траверса. Изначально на стол устанавливается подмодельная плита с моделью, затем фиксируется опока с наполнительной рамкой и засыпается смесь. После этого под поршень подается сжатый воздух через компрессор. Естественно, происходит подъем стола вместе с опокой и смесью. Затем поршень доходит до выпускного отверстия, воздух выходит в атмосферу, то есть давление резко падает и под тяжестью стол падает и ударяется о гильзу у нас, о корпус. И таким образом происходит под воздействием сил инерции уплотнение формовочной смеси. Все это происходит неоднократно, с большой частотой, и тем самым мы получаем форму с хорошей плотностью. Однако здесь есть у нас один недостаток, такой, что нижняя часть формы является более плотной, чем верхняя. Правильно сказать, верхний слой остается недоплотненным, и таким образом необходимо осуществить допрессовку. И это делается с помощью колодки, которая ударяет по верхней части формы, и таким образом мы получаем уже плотную форму с довольно-таки равномерным распределением плотности по высоте формы. Также в качестве машинной формовки используются так называемые пескометы. Пескометы – это передвижное либо стационарное устройство, которое позволяет изготавливать крупные и средние литейные формы, а также крупные и средние стержни. Формовочная или стержневая смесь здесь у нас выбрасывается порциями, лопаткой ротора и из метательной головки в опоку, ну, либо в стержневой ящик, если мы изготавливаем стержни. Производительность пескометов составляет где-то от 5 до 50 кубических метров в час, при этом частота вращения ротора составляет около полутора тысяч оборотов в минуту. Ну, вот на данном слайде представлена пескометная головка. По цифре 1 у нас представлен ротор, 2 – это лопатка, ну, и 3 – это пескометная головка. Вы видите, да, что пескометная головка, перемещаясь порциями, последовательно по участкам уплотняет форму. Таким образом мы можем уплотнять крупногабаритные формы. Ну, вот на данном слайде показан общий вид пескомета. Это консольный пескомет. Здесь вы видите, располагается оператор, ну, и можете примерно представить себе размеры этого пескомета, да, и самой формы по отношению к человеческим размерам, к размерам человека. Ну, по цифре 1 у нас представлена тележка, 2 – это подкрановый путь. По цифре 3 здесь представлен ленточный транспортер, по цифре 4 – это желоб для смеси, по цифре 5 представлен большой рукав, по цифре 6 – воронка для смеси, цифра 7 у нас показывает малый рукав, 8 – это метательная головка, 9 – это цилиндр механизма поворота малого рукава, 10 – это электродвигатель метательной головки, 11 – это цилиндры механизма поворота большого рукава, по цифре 12 – это у нас показаны рельсы, ну, и по цифре 13 представлен механизм передвижной тележки. Ну, есть также у нас пескодубные машины и пескострельные. Пескодубные машины также используются для изготовления формы листержней, которые используются в дальнейшем литейном производстве. Принцип работы пескодубной машины следующий. Под действием сжатого воздуха с давлением порядка 0,6 меганьютон на метр квадратный, ну, то есть это где-то 6 килограмм силы на сантиметр квадратный. Пескодубная смесь выдувается из пескодубного резервуара, который представляет основу механизма пескодубной машины, в технологическую емкость, опоку или стержневой ящик, и, уплотняясь, образует стержень или форму. Воздух сам при этом выходит через вентиляционные отверстия, которые расположены в модельной плите. Производительность пескодубной машины достигает 360 стержней в один час при средней массе стержня, где-то до 250 килограмм, ну, либо 240 форм в течение одного часа при массе отливок до 15 килограмм. На основе пескодубных машин созданы различные автоматические формовочные линии. Вот на данном слайде как раз представлена пескодубная машина. Вы видите, по цифре 1 у нас представлен резервуар, по цифре 2 механический разрыхлитель, по цифре 3 выдывное отверстие, цифра 4 показывает вентиляционную плиту, 5 это у нас опока и 6 это модель. Ну, вы видите, да, что при открытии клапана через выдывное отверстие вместе с воздухом через несколько отверстий у нас происходит выброс формовочной смеси, которая, ударяясь о модельную плиту или о модель саму, уплотняется за счет сил инерции, ну, а воздух, как мы уже сказали выше, у нас удаляется через отверстия вентиляционные, так называемые венты, которые располагаются в самой модели и в подмодельной плите. Ну, есть у нас также пескострельные машины, которые используются в производстве. Пескострельные машины применяются для изготовления стержней или форм. Из пескострельной машины песчаная смесь выдувается под действием сжатого воздуха, вводимого в резервуар через щелевые отверстия обечайки, под давлением точно так же где-то порядка 6 кг сил на сантиметр кубический. 6 кг сил на сантиметр квадратный, прошу прощения. Попадая в технологическую емкость и уплотняясь с ней, смесь образует, ну, либо стержень, либо форму. В чем же отличие от пескодумных машин? Пескострельная машина отличается от пескодумной машины конструкцией резервуара, который у пескострельной машины имеет в конической насадке только одно выдумное отверстие. Это, как мы видели на рисунке предыдущем, что там было три отверстия для пескодумной машины. Пескострельные машины применяются для изготовления стержней в нагреваемых и холодных ящиках с окончательным отверждением стержней в них. Автоматы и автоматические линии, созданные на основе пескострельных машин, имеют производительность до 600 стержней в час при массе стержня 150 кг. На данном слайде показана схема пескострельной машины. По цифре 1 у нас обозначен резервуар машины, по цифре 2 – обечайка, 3 – это коническая насадка, по цифре 4 представлена у нас здесь вентиляционная плита, цифра 5 показывает выдумное отверстие, 6 – это технологическая емкость и 7 – это вентиляционное отверстие. Вот здесь представлена схема пескострельной машины. Также одним из современных способов получения литейной формы является воздушно-импульсная формовка. Сущность воздушно-импульсной формовки заключается в том, что на смесь, которая располагается в опоке, кратковременно воздействует сжатым воздухом, и в результате этого смесь перемещается в сторону модельной плиты и уплотняется. Этот способ является весьма высокопроизводительным, отличается малой энергоемкостью, и при этом обеспечивается необходимая плотность формовочных смесей, а также качество получаемых отливок. Вот здесь представлена схема установки импульсного действия. Под цифрой 1 у нас показан корпус, под цифрой 2 показан клапан, 3 – это выпускное отверстие, 4 – это у нас опок с наполнительной рамкой, и модель показана под цифрой 5. В резервуар, который называется ресивером, по цифре 1 нагнетается воздух, затем резко за сотые доли секунды открывается клапан, воздух под давлением устремляется через выпускное отверстие, воздействует на смесь, которая под водителем силы инерции уплотняется, соударяясь первоначально с моделью или с подмодельной плитой, а воздух при этом удаляется через венты, точно так же, как и в случае с пескодумной, пескострельной машинами. На данном слайде показана воздушно-импульсная формовка, машина воздушно-импульсной формовки. Здесь вы видите, есть у нас пульт управления, ну и вот с правой стороны непосредственно сама машина, резервуар вы видите располагается, под который подается опокос с формочной смесью. Ну вот здесь вот представлена схема газоимпульсного уплотнения литейных форм. Уплотнение при газоимпульсной формовке происходит за счет энергии взрыва. В ресивер подается горючая смесь. С помощью свечи происходит зажигание этой горючей смеси и происходит микровзрыв. При этом воздушная волна, газовая волна, устремляется через рассекатель вниз, опять же, увлекая за собой частички смеси, которые соударяясь изначально с моделью и подмодельной плитой уплотняются, выше лежащие слои ударяются ниже лежащие слои, и тем самым происходит уплотнение формовочной смеси. А сама газовоздушная смесь удаляется через венты. Ну здесь вот по цифре 1 представлена формовочная смесь, по цифре 2 модель отливки, по цифре 3 у нас представлено движение газовоздушной смеси, 4 это у нас рассекатель, ну и 5, собственно говоря, модельная плита с вентами. Здесь представлены машины формовочные импульсные фотографии, вот вы можете посмотреть, вы видите здесь у нас как опоки по конвейеру подаются под формовочную машину импульсного действия. Ну, естественно, должна быть строгая герметизация между ресивером и опокой во избежание утечки газа, ну и, конечно же, использование газовоздушных смесей, ну и вообще газовоздушной, газоимпульсной формовки требует предельной внимательности и соблюдения техники безопасности во избежание несчастных случаев. Ну, как, собственно говоря, и вообще полностью литейное производство. Ну, необходимо отметить, что большой вклад в развитие воздушно-импульсной и газоимпульсной формовки внесли ученые нашей кафедры. Это, в первую очередь, профессор, доктор технических наук Исогулов Аристотель Зинулинович и профессор, доктор технических наук Кузимбаев Серегбопаевич. Также используются для получения равномерной плотности такие способы, как уплотнение профильной колодкой и уплотнение с применением предварительного профилирования смеси. Ну, поскольку мы понимаем, что в карманах формы уплотнения в общем случае будет больше, чем в надмодельной области. Поэтому в данном случае на рисунке А показана профильная колодка. Вы видите, она повторяет конфигурацию модели. А на рисунке Б у нас показано профилирование смеси. И здесь у нас, вы видите, в карманах формы высота столба смеси больше, чем в надмодельной области. Также получил распространение в современном литейном производстве и СИАЦУ-процесс. СИАЦУ-процесс является некой комбинацией уплотнения смеси с сжатым воздухом, а также уплотнением ударом. По цифре 1 в данном случае представлена модельная плита, 2 – это венты модельной плите, 3 – это рамка, 4 – это уплотнение, 5 – это у нас головка, 6 – это уплотняющая плита и по цифре 7 представлена опока. Также получил распространение метод высокоскоростного прессования. На данном слайде представлена схема ВСП-процесса. По цифре 1 представлен ресивер, куда нагнетается сжатый воздух. По цифре 2 показано подпоршневое пространство. Сжатый воздух оказывает давление на поршень. По цифре 3 у нас представлена плита, которая в начальном состоянии зафиксирована над опокой. Ну и по цифре 4 показан фиксатор. Фиксатор сбрасывается. Плита под действием силы тяжести, а также с учетом давления воздуха в ресивере на поршень, с большой скоростью ударяет о формовочную смесь, ну и тем самым происходит уплотнение формовочной смеси в опоке. Ну здесь тоже надо сказать, что свой значительный вклад в развитие данного метода и в изучение его, оптимизацию технологий, внес доцент нашей кафедры Исифеев Юрий Александрович. Ну надо отметить, что в настоящее время ученые в области литейного производства рассматривают новые способы формообразования, в частности совершенствуют способы получения форм с равномерным распределением плотности как по площади сечения формы, так и по высоте. Также важным элементом является снижение пригара, отливки, которое, конечно же, тоже во многом зависит от состава и способа приготовления формы, способа изготовления формы. Ну, необходимо нам выдать задание для самостоятельной работы. Следует по данной теме рассмотреть виды брака литейных форм, а также меры его предупреждения. Ну, это такие виды брака, как ужимины, газовые раковины, газовая пористость, пригар, ну и так далее. Также следует рассмотреть изготовление жидкостекольных форм, которые являются альтернативой для получения альтернативы песчано-глинистых форм. Ну и необходимо рассмотреть также особенности изготовления литейных форм для получения отливок из цветных сплавов. Таким образом, мы сегодня с вами рассмотрели понятие модельного комплекта, что входит в модельный комплект, а также рассмотрели способы получения литейных форм ручным способом и машинным способом. Рассмотрели основные части литейных машин. Ну и таким образом, в целом, мы рассмотрели изготовление литейных форм, которые являются основной, одной из основных составляющих получения отливок. Ну, от отливок нам никуда не деться. По-прежнему две трети в машиностроительном производстве две трети детали изготавливаются с помощью литья. Ну и необходимо рекомендовать литературу, которая позволит еще раз познакомиться с данным материалом, а также изучить задания, которые выданы на самостоятельную работу. Это Дальский, учебник на технологии конструкционных материалов, издательство «Москва. Машиностроение, 2002 год». Также второй учебник — это авторы Дритс, М.Е. и Москалев, М.А. Книга называется «Технология конструкционных материалов и материаловедения» издательства «Москва. Высшая школа, 1990 год». Ну, также есть смысл изучить книгу «Технологии литейной формы» автора Емельянова А.П., которая издавалась в издательстве «Машиностроение» города Москвы. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok